Беговой сезон практически завершился. В скором времени беговое сообщество анонсирует расписание на новый сезон. И друзья нашего подкаста, платежная система МИР, продолжат помогать бегунам экономить на забегах. В следующем году любые соревнования, проводимые беговым сообществом, будут дешевле на 10% при регистрации на них по карте МИР. МИР открыт для тех, кто увлечен бегом. Чемпион России – это звание почетное, его стремятся получить или это так просто для галочки? Ну, наверное, для галочки. То есть, когда ты стал чемпионом России в прошлом году, что-нибудь поменялось в жизни? А я в прошлом году второй был. Нет, ты два раза был чемпионом России. Да, я в 17-м. В 17-м, в 19-м. Вот когда ты получил звание чемпиона России, что-то в жизни поменялось? Да нет. Просто мы, когда слышим, там, мастер спорта международного класса, мастер спорта, кандидат мастера спорта, ну, то есть вот эти звания спортивные, которые у нас у всех есть, они помимо, там, помимо того, что ты получаешь это звание как некий уровень твоего развития, как спортсмена, они еще дают что-то, кроме того, что потешит свое эго. Может быть, выплаты какие-то, там, пенсия, не знаю, что-то еще там, плюс 5 тысяч. Льготы это называется. Льготы, да. Есть что-нибудь? Нет, точно нет. Ну, это реально, правда, как ты сказал, потешить свое самолюбие. То, что ты условно обозначил какую-то цель и добрался до нее. Ну, то есть ты пошел, готовился и выступил на чемпионате России и победил. И типа, и все, ничего такого. Ну, сам чемпионат, он накидывает какие-то ставки, там, в регионе, либо, там, от Министерства спорта, это, там, ну, денежку дает, это какое-то. А так само по себе звание, оно, как бы, зарплаты, деньги закончились, и все, следующий год условно наступил, все, обнуляешься, ты заново должен. Просто, вот мы сейчас общались с Лизой Пагуда, и у нее нет звания сейчас в Мастерспорт, хотя она, ну, бегает по мастеру и побеждает в соревнованиях, стала чемпионкой России. И изучая ее путь, выяснили, что, оказывается, ну, звание Мастерспорта кое-что дает. Да. Например, тебя пускают, например, зимой в Манеж. Нет, неправда. Меня не пускают. Ну, это у тебя такое лицо. А вот, например, Манеж в Дешорре, в котором я был совсем недавно в Калининграде, там, ну, требования такие, что если ты мастер спорта, пожалуйста, приходи, тренируйся. А если ты, например, там, тренируешься у тренера в Дешорре, пожалуйста, приходи, тренируйся. А если ты ни мастер, ни у тренера, иди покупай абонемент. Ну, это, может, Нэш, история какого-то локального Манежа. Ну, то есть, я хозяин Манежа, я устанавливаю правила, все, всех мастеров спорта международного класса пускаю бесплатно. Но это не правила, которые действуют по России. Наверное, я не в том регионе живу просто. Ну, вы проверьте. Ну, проверяли? А, в смысле, в Москве проверить? Ну, то есть, мне нужно сначала стать мастером спорта и потом прийти. Мастером спорта международного класса, это первый шаг. Можно проще сделать, взять международника какого-то, или даже давать ZMS-ника какого-нибудь, и провести эксперимент такой, пройти в Манеж, условно, ЦСКА. ЦСКА Манеж существует? Ну, это, как бы, знаешь, так обычно законы не проверяют. То есть, как бы, закон есть. Систему, систему. Но мы же не проверяем систему, там, пустят или не пустят. То есть, даются льготы или нет. Вот есть ощущение, что вот в этой вот градации есть какие-то все-таки бенефиты, кроме того, что ты потешил самолюбие? Я думаю, нет. Нет? Хорошо. Если кто-то разбирается в системах, льготах, ребят, пожалуйста, сейчас просто пришло время разобраться, что дают за мастер спорта. Отсрочку, да? Ну, может, отсрочку, я не знаю. Ну, просто, знаешь, здорово, когда человек там бегает по мастеру, ну, ему дали мастера, и он, как бы, ну, класс. Ну, так и есть. Спасибо. Ну, класс, я на бутылочку пива. Заслужил. Степан Киселев. Мастер спорта международного класса на марафоне. Двухкратный чемпион России. Победитель на московском марафоне в 2018 году, на казанском марафоне в 2019 и 2021 годах, а также на марафоне в Нижнем Новгороде в 2021 году. На недавно прошедшем московском марафоне взял второе место, уступив победу Искандеру Юдгарову. Заработал. То есть, все-таки, дали тебе монету какую-то? Нет, нет, просто ты сам перед собой, о, да, я выполнил это. Никакой, в общем, пользы от этого. Да, конечно. Слушай, ну, все равно, вот, если вернуться к вопросу получения каких-то бенефитов, да, вот, от получения звания чемпион России, вот, ты говоришь там, ну, деньги, например. Деньги это единоразовая выплата, призовые получил, или у тебя там есть какая-то более сложная система, когда ты получаешь чуть больше денег в течение года до следующего старта. Да, да, там какие-то, у них свои системы, причем в каждом регионе своя система, и, ну, условно, ставка какая-то, да, премия, там, и в течение года они каждый месяц выплачивают. Но это распространяется только на победителя, или там есть… Там, например, условно, победитель одну сумму получает, второе место поменьше. Второе, третье место поменьше, да. И до какого, ну, то есть там, до десятого места можно получать… Опять же, насколько я слышал, например, по-моему, Мослобость до шестого места. Татарстан, за который я бегаю, там они только по третье место, и обязательно, чтобы это был олимпийский вид. Ну, то есть можно, там, например, прозобравшись в тематике того, каким образом происходят всякие разные вот эти начисления, можно свою спортивную судьбу сложить, там, ну, наиболее выгодным, скажем так, меркантильным образом. Да, да. То есть выступать за соответствующий регион, там, знаешь, что… Да, но так и делают. Так и делают прямо… Да, еще же правильные зачеты есть. В Татарстане нет правильных зачетов, но есть регионы, где есть атлеты, которые выступают за два региона, там, одни копеечку платят какие-то, другие чуть побольше, и эти регионы уже начинают между собой спорить. Там какая-то сложная схема начисления очков, и типа больше очков получает тот регион, который первый пишется, что ли. Я не разбираюсь в этой схеме какой-то. Первый пишется, в смысле, Абакан больше всего получает в этом смысле. Протоколы, когда по итогам соревнований, да, и вот первый регион, там, который пишется, они, например, столько-то очков получают, другой регион, то ли поменьше, либо я что-то путаю. Опять считать нужно. Да. Не надо бегать, надо считать. Да. Не, ну а что? Как платят за… Сейчас время такое, ну, сейчас вот нам известно стало совсем недавно, ну, почти вчера, что с Асиксом, в общем, как бы в этом году все. Да, и ты, получается, до конца года у тебя контракт, да? Угу. Тебе его не прерывали резко? Ты сказал тебе… Нет, нет. Филиппу скажи спасибо. Да, не только Филиппу, там, и Яне. И Яне, скажем. Да. Не, просто мы очень хорошо знакомы с компанией Асикс, и поэтому действительно это, ну, важные люди в судьбе атлетов, которых они подписывают. Филипп, и Яна, и Таня, да, она там защитила, они могли, мне кажется, вообще прервать даже денежные выплаты, как бы. Ты сейчас застрахован до конца года, то есть еще там… Ну, да, да. Премии уже не будет? И она молодец такая, что на московский марафон там бонусную сетку прописала. Это что значит? Ну, за московский марафон ты, если там, в зависимости от того, как ты выступишь, получаешь бонусы денежные. И у тебя там нормально вышло? Да. Но рассказывать не можешь, да? Нет. А вот скажи, пожалуйста, ты же там еще боролся за какой-то, в какой-то турнирной таблице, которые… Ой, о котором я узнал буквально за день. Слушай, мы пытались весь, значит, эфир разобраться, там прям было интересно, на самом деле. Там, значит, финансовая аналитика, серия боженькая, вот натуральная. Значит, нам Костя и Кросс помогал, значит, никто особо тоже, знаешь, никто ничего не понимает, вот как это все считается. Но мы выяснили следующее, что, значит, победитель московского марафона, учитывая вот эти надбавки, значит, там одну, вторую, третью, Минспорт, Москомспорт, значит, там какой-то рекорд трассы, значит, призовые и так далее, можно получить было до миллиона, по-моему, трехсот тысяч рублей за вот, ну, типа это такой… Наверное, да. Если ты как кипчоги пробежишь, да. Да, мультибонус такой прям получается, вот. Вот, а вторая тема, за которую ты боролся, как нам сказали, что ты в турнирной таблице соревновался, не помню, с Хорошиловым, да? Да, да. За 300 тысяч, по-моему. Да. Что это за история, можешь сказать? Это, они назвали это гран-при марафонцев, это, типа, турнир, который состоит из двух марафонов в году, неважно каких, но один из них должен быть обязательно вот этой спиртеяды, то есть московский марафон. И вот два лучших результата, типа, да, получается, два времени суммируются, да, и нет, опять вру, там очки суммируются. Очки, да. Да. Вот, и там было какое-то отставание, скажи просто, ты вообще знал, как это считается, когда выбегал из стартовых ворот? Мне примерно сказали, что я понимал, что Хорошилов не пробежит, ну, предполагал, что не пробежит быстрей. Почему ты так предполагал? Но у него столько марафонов, как бы, уже за спиной, и он сам говорил, что не готов, как бы… Ну, может, это так… Степ, ну, ты тоже хотел… Тактика затуманивания сознания. Ты тоже говорил, что ты бежать не будешь особо, мы смотрели эти все интервью. Нет, нет, я собирался бежать, но, как бы, не на первую позицию. И, ну, у меня было в планы в призы попасть, в идеале, типа, вторым. А ты слышал вот эту историю, что вот вы там с Искандером договорились, что это договорной был марафон, что ты реально ему слил? Нет. Но мы, на самом деле, просто смотрели финиш, и там прям волк бежал, волк настигал, ну, то есть, как бы, там был просто… Ну, там прямая была до поворота, ты съел там буквально, не знаю, сколько ты нагнал, 30 секунд на глазах просто. Ну, ладно, давай, Степ, давай. Ну, договорняк, да? Как так получилось, что ты вот, ну, не победил? Ты специально отстал, ты отставал там 40 секунд, тебя вообще перестало видно, потом ты догнал. И вот мы сидели все, следили за этим и переживали. Самый прикол в том, что Искандер, насколько я вот сейчас понимаю, какая ситуация, он уже несчастлив вот это, что так все сложилось, он, ему говорят все, типа, ты не должен был победить. И, блин, я ему говорю, ты победил и не чувствуешь себя победителем. Что за бред, почему? Ну, нет, да. Просто я не до конца понимаю. Ну, в комментариях там все пишут. Да нет, ну, подожди, но он победил, мы все видели. Конечно, победили. Победители, все. Мы тебе задаем вопрос сейчас, потому что, ну, есть прецедент, мы сейчас, мы не пытаемся из тебя там вытянуть какие-то фразы, то есть там, мы видели, что ты готовился, просто это очень красиво спродюсированная победа, кажется, со стороны. Ты взял пейси там Искандера, потом твоя тактика была достаточно такая, ну, непрозрачная, то есть ты не лупил, то есть мы четко, Степа, я болел за тебя, старик, правда, я хотел, чтобы ты выиграл. Вот, но я также очень рад за Искандера, потому что, ну, он красиво это сделал. И вообще, вот последние, там, сколько, пять минут до конца марафона мы там сидели. Драматурги, эмоции. Да, это было очень круто. Это было красиво, правда. И тебе спасибо, и Искандеру, и всем ребятам, которые, собственно говоря, к этому приложили руку. Но, дабы пресечь все эти беседы в комментариях, мы прекрасно понимаем, что это какие-то диванные аналитики, и вот, как и в прошлый раз тоже, когда с Чеченом была история, там тоже накидали, что кто-то неправильно там бежал, что-то всегда найдется кто-то, специально прогонит какую-то телегу, и кто-то ее подхватит. Нет, мы просто задаем тебе вопрос, потому что со стороны выглядела, ну, слишком уж, ну, знаешь, когда, и вот если можно сделать гонку зрелищной, вот она была прям, да? Да. Вот прям максимально зрелищной. И неужели это так сложилось? Ну, да, сложилось. Слушай, хорошо, нет, да, сложилось, понятно, что ты еще можешь сказать. Но, давай так, вот, я так понял, ты на дистанции там еще отруливал куда-то, типа в туалет по-тяжелому, вот, и, как бы, сколько разницы у вас с Искандером получилось? Десять. Десять секунд. Десять секунд. Ну, как бы, если бы ты не отрулил, то ты был победителем? Не знаю. Ну, кто знает, эта история не знает сослагательных. Там бы был бы уже другой расклад. И, скорее всего, если бы я не срулил, мне бы пришлось после 30-го километра, когда Неделин сошел, да, выполнил свою работу, я бы зашел выполнять свою работу. Я бы пытался бы утащить Искандера от Ильдара Меньшина. И я, честно говоря, я боялся, как поведу себя в той ситуации, потому что я ему говорил, что до 30-го километра, как бы, я заодно с тобой, а потом я не обещаю, как, ну, там неконтролируемая ситуация. Вдруг меня попрет, и я захочу там выиграть, и его даже сбросить, не только Ильдара там. Но так получилось, что мне на паузу надо было уходить, и потом я… А, это сходить к петербургому, это биопауза. Да, да, типа того. Рекламная пауза. Блин, там на самом деле было не до шуток, потому что я после 9-го у меня начались проблемы с желудком, и я бежал, все туалеты я обсматривал, и там почему-то я видел вот на биотуалете, когда-то красная штучка, блин, неужели закрытый? Самое было бы обидно, если бы я побежал, убежал в туалет, и он закрыт, да, и я вот смотрел, один закрыт, другой закрыт, блин, и потом нашел, ну, одну волна за волной накатывал, я такой отставал, потом волна проходила, я снова добегал, ну, наверное, все испытывали такие ощущения. Ну, мы же все люди. Ну, я бы, можно сказать, сейчас испытывали, да. И с чем мы нажмем на паузу, Бех? Не-не-не, это же волна, сейчас откатится. В общем, потом какой-то наступил момент, что я понял, что все, вот, либо сейчас, либо все в дерьме будет. Но все равно, понимаешь, вот, биопауза, это же все равно, как это, это же нельзя спродюсировать. Нельзя, конечно. Нельзя, соответственно. То есть мы можем предположить, что если бы у Степы все было нормально с желудком, то он бы уехал вперед, правильно? Да. Ну, вот, я как-то не особо задумался, что действительно это просто мог бы быть другой расклад, если бы не было этой паузы. Да. А ты смотрел на часы? Ну, сколько, 30 секунд, 20 секунд, сколько ты потерял? Ну, нет, я не смотрел. Не следил за это. Не единственное помнится, я когда остановился, там в машине, видимо, водитель сидел, там грузовик какое-то перекрытие, я за него как бы забежал, а вдали там охранник был какой-то, и он побежал такой, увидел, что я сел. Он сказал, айфон, и давай снимать. Не, не, он, что за херня, такой, ты, и кричит водитель, ты смотри там, что творят у тебя под носом. А ты кто не в кабинку забежал? Нет, не, переулок. Просто переулок, забежал человек, там, сделал все свои делишки и побежал дальше. Я смотрю, что так подробно разбираем эту тему, но мне кажется, это важно в рамках того, что происходило на дистанции. Это, знаешь, это такой самый сильный страх марафонца, что делать, упустить победу, например, да, и сходить в туалет, либо... Сходить в туалет и упустить победу. А это страх марафонца? Ну, да. А ты анализировал вообще, почему так произошло, там, я не знаю, что ел? Мы просто в Киргизии были на сборе, и мы там отравились, и у нас проблемы с желудком были, я думаю, оттуда ноги... Не только у тебя отомешивают, да? Да. Что, прям у толпы народа такой было? А там какой-то вирус ходит, и все поголовно травят. Да, типа ротовирус, и все, погнали, да? То есть могла бы случиться такая ситуация, что победили бы эти пейсеры в беговом монастыре, где все слетели под грузовики. Ну, ты знаешь, вот тоже, да, и было любопытно смотреть, что по дистанции там бежал паровозик, сколько там, человек 7-8... Просто они потихоньку еще учат, нам было очень плохо технически видно трансляцию, и вот когда вот эти включения были, в моменте я смотрю, там, типа было 7, стало 6, потом 5, потом 4, потом 3, и он прям на глазах таял, знаешь, просто... Ну, это, да, работа пейсеров, которые задают темп. И не только пейсеров, но другие участники тоже, они просто постепенно отваливались, видимо, не выдерживая вот этого супер быстрого темпа. Да, да. Что еще запомнилось на этом марафоне о тебе? Ну, был момент, когда вот эти все горки закончились, и мы выбежали напрямую, и там разворот был. И я тогда увидел, Искандер бежит с Ильдаром Меньшиным, и на тот момент я, как бы, был такой у меня вопрос, сможет ли он сбросить Ильдара, да? Но я посмотрел прямо на Искандера и понял, что у него, как бы, есть силы, и думаю, он сможет это сделать. А если бы он его не сбросил? Мешок. Так, мешок, который выбежит опять, да? Ну, блин, тогда это будет говорить о том, что он не справляется с собственными эмоциями, потому что готовность у него была, и там стоял вопрос, сможет ли он реализовать себя на старте. Слушай, а ты же, условно, участвовал в подготовке его, ты давал какие-то рекомендации по гонке? Да, это мы в течение, там, даже больше, чем за месяц уже примерно прикидывали, и некоторые моменты пытались отрабатывать. Какие, например? Ну, нет, просто тот момент, когда надо повышать скорость и как вообще повышать ее, как пытаться сбросить. То есть его проблема была в том, что он короткие какие-то ускорения делал и, как бы, типа, резким рывком пытался сбросить там соперника. Я пытался донести до него мысль, что если ты начинаешь сбрасывать кого-то, тогда ты должен дать понять сопернику, что ты, как бы, не сбрасываешь его, а просто ты… Ускоряешься. Начал, начал повышать темп, и что ты будешь этот темп держать до самого финиша. Чтобы он сам отцепился, это больше психологическая работа, да? Да, да. То есть ты, если пошел работать, то ты все, ты должен работать до упора, а не так, что там метров 50 ускорился, потом снова сбавился. Если в такие игры начинаешь играть, то соперник понимает, ага, вот сейчас он ускоряется, рано или поздно он закончит этот рывок и снова уйдет спокойно. Это видим только на марафоне, потому что мы знаем, на средних дистанциях Владимир Куц так и выигрывал, и Олимпиаду, и ставил рекорды. Ну, это прошлые века были, сейчас такая тактика не работает. Не работает? Почему? Расскажи поинтересному. Ну, сейчас вот так, если мировый спорт посмотреть, там просто повышением темпа задавливают всех, и все. То есть просто сразу начинают давить, и все, и ушел. Либо последний там 150 метров решает, когда. Ну, просто у него прям была такая, если ролик посмотришь, последний, вот эта драная техника. Да, да, это знаменито, это все красиво звучит, блин. Даже красиво и выглядит еще, ну, когда он спирь гонялся там. Да, да, ну, это книжки читаешь, блин, потому что прикольно. Посмотри наш ролик про Куца на бег-врезе на основном. Ну, это еще может сработать в каких-то юниорских годах, там, когда атлеты не сильные. То есть сейчас изменился подход просто, сейчас не сработает. Сейчас в разы быстрее бегут, и это просто не работает с данными скоростями. А, то есть уже просто подготовка атлетов на таком уровне, что ты уже бессмысленно ускоряться. Ты сам себя просто будешь выхлестывать. А-а-а. Либо это ты можешь с более слабыми соперниками такой друг сделать. По поводу атаки Искандера, мне знаешь, в какой-то момент, кстати, наоборот даже показалось, что ты, как очень опытный марафонец, там, не знаю, наверное, один из самых опытных, кто был на дистанции, вот отпустил вообще всех, ну, потому что мы же не видели, что там происходит. Ну, тебя нет и нет, тебя не показывают все, ну, как бы тебя в трансляции, ты отсутствуешь. Вот, а потом ты стал когда нагонять, и там, одного, второго, третьего раз, и вроде уже там на второе место, когда под самый конец выбрался. Мне показалось, что это твоя такая, знаешь, очень умная какая-то такая тактика, что ты отпустил всех, бежал со своим темпом, ну, так, типа, комфортным тебе, там, берег силы. Ну, потому что все мы знаем, что марафон это такая, типа, побеждает тот, кто умеет терпеть, да, умеет ждать, умеет ждать. Вот, и ты так выждал этот момент, эти начали потихонечку отваливаться все, и ты хлоп, я думаю, сейчас под конец там, значит, всем покажешь. Там было как, Искандер же бежал еще с пейсерами, я когда ушел на паузу, там Неделин продолжал работать на Искандере. Я когда выбежал, я смотрю, они, ну, далеко, но не сильно далеко. И мысль была, вот сейчас какой-то рывок решительный сделать и догнать, но это было бы ошибкой, потому что на Искандере продолжал работать пейсер, получается, его тащили еще, да, и если ты стремительно догонишь, ты просто потратишься и потом все, выйдешь из гонки, просто сил у тебя не останется. Поэтому там осталось только такой вариант идти своим темпом, как бы, и дожидаться, когда пейсер закончит свою работу, грубо говоря, там он уйдет, и все, вот в тот момент уже начинать как-то пытаться догонять. До этого смысла не было. Когда вы готовились к этому марафону, какие основные, там, скажем, три или четыре, два правила, которые ты постоянно вдалбливал? У него большая проблема с участком где-то после 32, ну, давай, после 35-го километра до финиша. У него вот этот заключительный участок, у него есть слабое место. Здесь он не то что раскисает, может быть, где-то и подраскисает, но его не хватает на вот этот кусок последних 7 километров, и он прекрасно знает его. Мы даже, когда готовились, он был в более, там, наилучшей форме, но мы проходили длительные, и у него вот все время одно и то же было. И я как-то его пытался, вот именно, что этот, когда участок начинался, и я его заставлял стопой работать больше, ну, там уже бедра не работают, ты не можешь себя тащить, но я вынуждал его делать включение, какие-то, вот именно, что чисто стопой, чтобы он умел переключаться. Разными мышцами бежать, в смысле? Ну, грубо говоря, да. То есть ты меняешь технику, фактически? Ну, чуть-чуть подстраиваешь, у тебя уже бедра все, там, нету бедер, ты не можешь за счет... Ну, а после 30-го километра ты уже все потратил, получается? Ну, там просто от ударной нагрузки вот эти спуски, ноги убиваются, и ты просто должен больше стопой бежать. Подожди, мы сейчас говорим конкретно про трассу, то есть на других марафонах по-другому? Ну, более ровной, возможно, там не так ноги убиваются, но в Москве почему-то так вот все работает. То есть вы прорабатывали прям конкретно трассу? Нет, не трассу, мы просто пытались вот этот... Отрезок? Я не скажу, что мы убрали его проблему, но хотя бы пытались чуть-чуть улучшить вот этот участок последний 7 километров, чтобы он как бы его не так... Не так, чтобы скорость западала на этот участок. Но это применительно не к трассе все-таки, это применительно к Искандеру. Просто, ну, ты здесь видишь, фактически это тот вот слабый момент, там, где волк начал догонять Искандера. Ну, в общем, да. В общем, да. Это интересно. Что еще там было у тебя в вашей, скажем, подготовке совместной? Какой это вообще? Вместе готовиться и соревноваться? Ну, знаешь, мне иногда было обидно то, что я свои секреты ему раздаю, и тем самым он такой, знаешь, такой, ага, о, значит, это так работает. И я понимаю, что у меня в будущем как бы нету козырей, и я свои козыри раздаю, и, типа, если вдруг опять какая-то конкуренция начнется, я уже как бы безоружен. Ну, ты безоружен только перед Искандером. Ну, да. Но он же такой, блин, он уже... Болтун. Да, болтун, он все вот это, если надо рассказывать. А ты хочешь сказать, он сделал, типа, марафон Искандера, как бегать в марафон? Все секретики Степана Киселева. Ну, не то, что... Не так, конечно, но... Ну, просто хотя бы, к примеру, можешь парочку закинуть, чтобы уж тогда уж все были в теме. Что за секретики? Ну, какой-нибудь, как пример. Ну, у него, условно, если брать Искандера, он работал... Ему надо было чуть медленнее работы делать, но длинней. У него все, в принципе, длительность работы, она максимум там 10-12 километров была. Я пытался донести, что это мало. Как бы у тебя... Ты не подготавливаешь свои ноги к марафону. Тебе надо минимум от 15, вот, 15-18 километров набирать рабочего объема. Именно что на интервалах. И он понял, ну, скорость сбавить. Он, то есть, бегал быстро, но мало. И в работах он, как бы, вот это мы исключили. И он понял, что после, например, 12 километра вот как раз появляется в ногах то состояние, которое ты испытываешь на... Близкое к тому, что ты испытываешь на марафон. А самую длинную тренировку какую вы делали? Работу, ну, темп там у нас был... Надо было час 10 или час 15 на пульсе бежать. Это там примерно набегивалось больше 20 километров. Ну, то есть, вы там 30 не бегали плюс? Нет, это обычные длительные бегали, а я имею в виду сами работы такие. А, работы? Да. Ну, а длительные какие самые максимальные бегали? Мы должны были 40 бежать, но мы отравились, у нас выпала эта тренировка, мы 35 прибежали. А, ну, придумали, что вы отравились. Ну, это вот, да, видишь, хватило, чтобы победить. А скажи просто, бегали вы по грунту, когда тренировались, и вы на покрытии не обрешили внимания? Я, в общем, спрашиваю, Вадим Дроздов был, он очень часто гоняет своих подопечных по грунту, то есть не дает бегать по асфальту. Ну, это правильно, да, я как бы сторонний грунт использовать, но определенные тренировки надо все равно адаптировать ноги к асфальту, поэтому последние две недели можно там побаловаться асфальтом. Побаловаться? Да. Хорошо сказано. Побаловаться асфальтиком. А какой максимальный объем был вот в нагрузочный месяц перед марафоном? У него, если бы он сорокетник тот не перенес, я думаю, у него бы вышло под 240. И он даже… В неделю. Да. Он прямо хотел этот рекорд поставить такой, и как бы отравился, там, обливался ноги. Я говорю, тебе вот сейчас нельзя бежать длительно, и вот сто пудов. Он говорит, ну, как так, я хотел в Страве, там, в Инстаграме выложить, что у меня вот рекорд, там, 240, там. Я говорю, ну, извини. Ну, то есть вы за 800 набегивали, получается, в месяц, правильно? Ну, наверное, я, честно говоря, месяца не считаю, потому что мы можем две недели поработать так забойно, а потом вообще уйти на какие-нибудь 70 или 80 километров объема. То есть мы работаем хорошо и отдыхаем хорошо. Ну, это логично. Возвращаясь к вопросу покрытия грунта, ты там на набережной уже, когда ближе к финалу, к финишу забега, поменял, значит, резко покрытие, потому что Искандер продолжал бежать по удобной, значит, прорезиненной дорожке, вот, а ты так резко влево ушел и перешел на асфальт. Что у тебя в голове творилось в этот момент? Ты специально это сделал или просто это так получилось эмоционально? А я что, не помню, честно говоря. Ну, там был момент, вы забегаете в лужники, Искандер топит по резине беговой, а ты прям как будто бы специально бежишь рядом по асфальту. Да, ты выбежал на резиновую дорожку, а потом раз, и ушел как бы влево на асфальт. Ты не помнишь, потому что ты не являлся собой? Нет, нет, я не помню, зачем я это сделал. Нам всем показалось, что кроссовки очень мягкие. Да, что кроссовки карбоновые, как бы, лучше работают на более жесткой поверхности, нежели на резине. Не, у него мягче были, у меня были метаспид, скай, эйдж, я не знаю... Последние? В смысле, можно что? Произносить? Произносить? Ну, произнеси еще раз. Метаспид, скай... Асикс метаспид, скай, эйдж. Нет, не скай, а просто эйдж. У него скай были, а у меня эйдж, это чуть-чуть потоньше. У него потоньше? У меня потоньше. А, у тебя потоньше? Да, получается, они... Меньше амортизации, более жесткие? Да, да, да. Ну, типа марафонки прям. Ну, не старого образца, как марафонки, но они просто... Сама платформа потоньше, как бы, и там полегче в них, как бы, легче дается каденс держать. Скачешь прямо. Ну, просто ножками можешь почаще... А вот самое удивительное, что это же новая модель. Ну... Не у всех вообще была возможность ее достать. Нет, это не новая, это прошлого года. Да ладно. Но новая, а не зеленая. У него тоже не новая. У него вообще самая первая, потому что он не смог найти Асикс, ну... А почему, кстати, Асикс брал? Ну, он еще и сказал, я впервые не смог с помощью своих подписчиков найти себе обувь. Ну, и пришлось мне там из своей кладовки достать до него. То есть он еще в твоих кроссовках бежал? Да. У вас вообще одинаковый размер, получается, идеально? Ну, так совпало, да. Ну, ватки положил. Они мне чуть-чуть маловаты, поэтому я их, как бы, отложил. Подожди, я сейчас у меня что-то... То есть кроссовки на Искандере были твои? Да. И это был не расчет, а потому что, ну, подписчики у Искандера не смогли помочь ему найти кроссовки? А так что ли? Он хотел последнюю модель, которая зеленая. Ага. И не смог ее найти. А почему и на Асикс, кстати? Ну, там же были, да, это в Адидос, там, Найки, и вдруг раз Асикс. Ну, он просто решил попробовать. Почему не Дэмикс? Тоже хорошие кроссовки. Хороший вопрос. А почему не Дэмикс? Да. Ну, да. Ну, кстати, вот 2023 год покажет. Дэмикс. Ну, кстати, да. Посмотрим, что будет. Да. Интересно. Это, кстати, хорошая вот эта информация. Я не знал. Я почему... Мне, кстати, вот у меня был вопрос, почему выбор именно Асикса? Нет, мы очень рады, потому что выглядит, во-первых, красиво. Не, не от того, что у меня контракт, как бы я его там... Подсадил. Помогал готовиться, типа, ага, подсадил Асикс. Да. Но он вдруг захотел попробовать Асикс, потому что там Найк ушел, и у него появилась возможность. Возможно, он не победил из-за того, что он выбрал правильные кроссовки. Да. Да? Да. Как вам, скорее, все-таки есть, да. Бегал до этого, не пойми в чем, да? А сейчас Асик наделал, и сразу первое место. И сразу две минуты скинул слишком. Кстати. Неплохо. Видишь, как круто. У нас, кстати, когда трансляция была, Костя, по-моему, говорил как раз, что это свежая модель. Но, видимо, из-за того, что экран был не очень большой с трансляцией. И очень высокий каденс. И очень высокий каденс. Там плохо видно, все вот так мелькало, поэтому он там не рассматривал. Нет, нет, это прямо самая первая модель. Ну, выглядят они классно в любом случае, потому что это, знаешь, такие эти, вот я всегда говорю, спортивные болиды. Ну, Костя так говорит, я у него перенял. Вот, прямо видно, что это спортивные заряженные болиды. Ну, да, да, они прикольные. Они хоть и кажутся такими массивными, но они вообще легкие. Вообще ничего не весят, да. Ты вот прибежал, да, понял, что победил у Хорошилова. 300 тысяч тебе там должны были дать, да? Копнуло на карточку. Копнуло. Ага, подожди, надо еще подождать, пока министерство подпишет эти бумажки. А там, скажи, там же была какая-то сумма от Минкомспорта и какая-то от ВФЛА, да? Или как? Да? И вот нам сказал Константин, мы ему верим, что типа ВФЛА окей, Админкомспорт, это как, если руны правильно упадут. Да. Так это, да, выглядит? Да, это примерно так. Это они должны хорошо подумать, все взвесить. То есть помариновать, да? Ну, похурмиться, я даже сказал. Похурмить атлета. А что будут они взвешивать? Я не знаю, что они будут. Ну, вы же знаете, как у нас все устроено. Ну, в том-то весь фокус, что мы не знаем. Просто если бы мы знали, тогда вопроса бы не было. А так получается, что столько много неизвестных, и мы не понимаем, что вроде как бы если ты заявляешься, у тебя есть какой-то там приз, его же надо вручить. Я действительно не понимаю, в чем проблема не подписать эти бумаги, сразу регламентировать вот эти призовые. А сейчас они, наверное, ждут и подвернутся основания, чтобы сказать, блин, ребят, извините. А почему? Потому что слишком худой? Нет, потому что страна переживает такие времена и тому подобное. Деньги на более нужные вещи. Да, да. Ну, тут даже возразить нечего. Такое может быть, да? Я думаю, это более вероятно, что так произойдет. Ну, посмотрим. Загадывать не будем. А вот первая часть, она, думаешь, упадет, да? Ну, я думаю, да. В ФЛА у них с бюджетом все в порядке, просто как они сработают оперативно, неоперативно. А обычно такие, ну, как обычно призовые падают после соревнований? Ну, даже московский марафон, он раньше марафон проходит, два месяца ты можешь смело не рассчитывать, что там упадут. Спустя, может, два с половиной месяца. То есть под Новый год? Ну, да. Нормальный каникул. Ты уже забыл про все. И вдруг с тебе пух и чпоньк? Да. Приятно. Сколько за второе место? Я, честно говоря... Чек не помню, что ли? Ты же поднимался когда на вторую ступеньку? Нет, там в Телеграме где-то подсчитывали, я, наверное, им поверю. И что-то они насчитали там в Телеграме? Ну, что-то Шелгран подсчитывал там, кто сколько заработал, марафонцев. А можешь напомнить? Мы просто пропустили. По-моему, он посчитал, что я больше всех заработал 720, кажется. Больше, чем победитель? Да. Но он просто не знает еще плюс спонсорские, там сколько контрактов у Искандера, сколько у меня там. А спонсорские контракты у Искандера – это что? Это Агри, а еще что? Я думаю, Мир. Мир и? И Проплекс. А это что такое? А это окна, пластиковые окна. Пластиковые окна. Это чтобы не душнить, да? Окна открыл, да? Ну да, это сразу… Проплекс. 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 Производитель. Необычно. Тоже Проплекс был, у меня Асикс. И? И? И. Мира у меня не было. Да, кстати, у тебя не было мира. А я снимался в фильме. В каком? Ну… В фильме. Про Искандера. Искандер снимался, ты помогал. Да, я просто роль второго плана у меня была. Ну, ты же тренер. Но, как оказалось, важнейшая. А может, Оскара дадут. Дадут, не переживай. Сто процентов. Маленького такого, знаешь. Да, надувного. Не, подожди. У нас номинируется, наверное, в России. Да, знаешь, опять же… Все равно, мне кажется, дадут приз за самого доброго бегуна. Это вне всякого сомнения. Сколько раз Степа у нас был на канале, каждый раз, знаешь, доброта просто заполняет кадр. Самая большая доброта была, когда мы Степу заставили бегать без воздуха. А, блин, я до сих пор вспомню. Да, это было жестко. Если не видели, надо посмотреть. Это классный ролик. Идея была про то, чтобы выяснить, насколько сильно падает производительность, если бегун бежит и дышит носом. Потому что бытует мнение у некоторых любителей, что нужно вдыхать носом, а выдыхать ртом. И, соответственно, Чавкин и Киселев бегали у нас по треку, значит, кто быстрее. А потом мы заклеивали скотчем рот, и они бежали так же на все деньги, под гипоксией жучайшей еще раз. Да, бежали только носом. И вот так. Ну, хорошо, ребят, если вы не смотрели этот ролик, это реально просто угар. Потому что, когда мы снимали, это, я не знаю, мне кажется, столько удовольствия получить невозможно просто. Я помню просто два момента, вот тогда, первый момент, это когда Киселев прибежал и не мог отодрать у себя этот скотч от рота, чтобы не задохнуться. Резко максимально. А мы чавкин заклеивали соски, да? Всем. Всем, и тебе тоже. Да. А второе, я запомнил, что... А вообще, почему мы без майк так бежали? А чтобы увидеть, что у вас есть соски. А почему, кстати, без майк бежали, не помню. Очень жарко было. А, жара была. Да, а второе, второе, это запомнило, что Коробкина, которая тоже что-то снимала, она должна была бежать в твоих кроссовках больше. Ну, большие ей, помнишь? Да, да, да. Я помню, она их натягивает, я говорю, ну как, Лен, как тебе вообще, в принципе, в эти кроссовки-то удобнее бежать? Она такая, да мне еще похер в какие кроссовки бежать. Знаешь, там сидят люди, вот в этих кроссовках отскок, там перекат, тут у тебя здесь амортизация, там завал, пронация, такие все прям, прям высшая, я понимаю, академия бега. И Коробкина, которая всех чпокает на шоссе, такая, да похер в чем бегать. Ну, Вадим Дроздов вот в прошлом подкасте у нас был, он как раз говорил, что уровень Коробкиной настолько высок, что, в принципе, ей вообще хоть босиком, хоть в лаптях, вообще без разницы. Ну, в лаптях все-таки там получше отрабатывает супинация, да? Ну, наверное, да, там ни влево, ни вправо, пряменько все. Пряменько. Пряменько. Вот, добро, в общем, мы твое оцениваем. Но ты доволен сезоном, вот как все прошло, как сложился московский марафон. Да, я думаю, все идеально сложилось. Нам вообще даже показалось, знаешь, что, типа, было такое впечатление, что ты, как будто бы даже заняв второе место, все равно являешься чуть ли не самым главным бенефициаром от всего того, что произошло на московском марафоне. Вот, потому что ты же еще вошел в эту колею тренерскую. Да. Вот, и как бы это выглядело со стороны, знаешь, так сидели, мы обсуждали, что если бы ты, ученик у тебя занял, как бы, второе место, вот, ну, так, типа, знаешь, политически. Только легкий промоушен тренерской своей работы. Да, а так получилось прямо все круто. Да, да, реально. Но кто-то говорил, ты, как бы, мне говорили, что ты так все разложил, типа, что ты в любом случае становишься выигрышей, ты уступаешь Искандеру, ты, как бы, выиграешь, ты побеждаешь, а, ну, ты выиграешь. То есть, получается, ты серый кардинал этого спортивного шоу? Не знаю, не знаю, но я помню точно, я его начал уговаривать, наверное, даже в прошлом году, чтобы он встал на марафон. В смысле? Потому что он, вот, когда у него были вот эти неудачные, ну, травмы, там, и он вообще, типа, сказал, что я все, не хочу марафон бегать и тому подобное, я ему стал предлагать потихонечку, типа, давай, встань, там, на марафон, я помогу тебе подготовиться тут. Не, не, все, я не хочу марафон, это, типа, не мое, там, подобное. Я его долбил, 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 там, даже заставлял некоторые фильмы посмотреть. Какие? Заставлял этот «Последний танец» сериала на Netflix смотреть. Баскетбол немножечко, на «Ласт Дэнс». Мне просто нравилась там идея, то, что Джордан, как бы, заставлял соответствовать себе, ну, команду. И, ну, разные-то, типа, методы были, но я ему пытался, как бы, донести, что ты, раз капитан своей команды, значит, ты должен и тащить, ты ответственен за свою команду. Классная мысль. Ну, да. И то, что ты, вот, сдаешься, да, это плохой тоже пример. А, ну, еще «Рокки-3». В общем, на «3». Ну, по сюжету того фильма, там, как бы, главный его соперник, он становится его тренером. Ну, типа... Так, ни на что не намекаю, у Скандэр как бы, да? Вот, ну, давай посмотрим «Рокки-3». Да. Главный соперник становится его тренером. Ты еще и скромный. Получается-то. И, в общем, он в какой-то момент созрел, типа, ну, все. Вот, и началась та история. Сколько вы, сколько ты его, не знаю, курировал, не знаю, тренировал, можно назвать так? Ну, не знаю, тренировал-то все равно. Основная эта часть монастырский. А я только в конце включился, там, это, наверное, июнь месяц, где-то так. Июнь, то есть два месяца? Да, может, середина июня. У Михаила Исаковича не было вот этой ревностного отношения? Появился тут, знаешь, появился тут гвоздь программы, значит, забрал моего, значит, лучшего атлета? Да нет, он очень адекватный тренер, как бы, он понимал, что это вот лишь короткое, там, сотрудничество. И то, что ты ему можешь дать что-то, что поможет ему в практической плоскости. А ты с Михаилом Исаковичем согласовывал свои советы или методики? Ну, да, мы с ним, да, совещались. Что-то мы переделывали, подстраивали под Искандера. Так ты тренировал, получается? Ну, пусть два месяца, окей. Ну, опять же, психологическая поддержка, Рокки 3, ну, там, Ласт Дэнс, ну, правильно? Да. Ну, то есть ты сейчас-то откуда приехал на съемки, что ты делал? Тренировал. Тренировал. Не тренировался, а тренировал. То есть получается, что ты так потихонечку... Туда, да? Туда. Сколько у тебя учеников сейчас? Ну, человек шесть-семь лет. То есть к тебе можно записаться, и как это происходит? Ну, то есть просто, я не понимаю, там, ты сделал Лендоз, да, там, давай, оставляй заявки, как твой клуб называется? Ты был для нас всегда атлетом, а сейчас хрена, и просто вот так одномоментно стал тренером. Вот, это же прикольно, да? Расскажи поподробно. Ну, нет, онлайн я в основном веду, но мне какое-то время, если человек изъявил, он согласен на вот этот формат тренировок, то мне нужно немного изучить его вообще, что за человек, какой его уровень, там, какой опыт в беге, там, какие цели ставит перед собой, и все такое в этом роде. Потом мне надо немного узнать, какие условия у него для бега, например, где он тренируется, там, возле дома, какие условия для бега, потому что не совсем будет правильно, там, постоянно гнать человека, там, куда-то тренироваться. Это все тренировки должны быть из дома, чтобы минимум затраченного времени было. Ну, и вот я должен подстроиться, как бы, под условия, под человека самого, и потом уже, как бы, выстраивать, как бы, программу под его желания и цели и тому подобное. Ты хочешь сделать школу или ты просто как тренер? Просто как тренер, нет. А нет у тебя вот такой методики, как, например, там, у Дроздова, когда вот есть номер профики, он тренирует их, а потом любители подтягиваются и платят деньги. А профики – это вот некая его, некая витрина его профессионального, профессиональных скиллов. Это хорошая идея, как, да, как витрина, это классно все. Ну, будут у тебя, или ты планируешь найти профессионалов, чтобы тренировать, или ты пока с любителями? Ну, можно, можно, можно подумать на эту тему, но у нас профессионалы, они, как сказать, слишком зависимы от тренера, так что ли? Я, как бы, сторонник того, чтобы они сами своей головой думали и решали там свои проблемы, проявляли взрослость. Насколько я знаю, Дроздов там слишком гиперопекой занимается, там, слишком много контролирует всего, там, во сколько спать, что поесть. Ну, это, я считаю, бред какой-то. Это не позволяет человеку взрослеть быстрее. А, ну, то есть ты имеешь в виду, что гиперопека, вот, которую ты сейчас, на которую ты указал у Вадима, это, по твоему мнению, не очень правильно. Не очень хорошо, да. Я, потому что проходил это, у меня был в начале тренера, которые пытались вот эту линию гнуть, и мне это создавало дискомфорт, и другие люди, которые со мной тренировались, они просто начинали, переставали думать сами, когда за них все, тренер решает, они просто не способны. Ну, и, кстати, это, мне кажется, это стандартная история, когда… С профессиональными атлетами. Да, что они говорят, а зачем мне думать, мне говорят, я делаю. Ты считаешь, это неправильно. Ну, грубо говоря, да. И ты потом даже пытаешься с человеком о чем-то поговорить или договориться, и ты выясняешь, что там все решает тренер. Человек есть, но он не решает. А, ты имеешь в виду, что тебе будет сложно найти профессионала, который был бы взрослый и мог бы сам за себя принимать решение. Правильно? Да. Так, то есть, все равно, знаешь, как бы непонятно немножко, то есть… Ну, во-первых, мало кто доверится, там, вот только-только человек пришел на тренерскую, там, и это всегда профессиональные атлеты, они скептически относятся. Это нужно, то есть, какой-то, не просто там взять Искандер и подготовить на один старт, а нужно, например, грубо говоря, нулевого человека, начать его вести и довести до какой-то цели. Да, вот это показатель работы, а не так… Ну, либо регулярность результатов атлета, что он не появился и пропал, появился и пропал, да? Да. А ты сейчас, фактически, находясь в самом, условно, начале, да, своего пути, ты сейчас нарабатываешь вот этот актив доверия. Да, да, наверное. И поэтому ты так скромно и говоришь про учеников. Но, скажем, портрет начинающего бегуна или просто бегуна, которого ты, там, скажем, готов взять на пороки, что это за человек? Профессиональный или… Я не знаю, кого ты сейчас готов тренировать. Ну, в принципе, у меня есть девочка, которая вообще… Она после операции была, и она попросилась, чтобы я был тренером ее, но вернуться в бег, просто начать бегать там. Но я даже просто посмотрел на, что имею, да, и я понимал, что там беговых нагрузок будет очень мало, и, как бы, и там больше как работа реабилитолога, да, чем я не являюсь, да. Отказал? Нет, не отказал, я просто, мы, как бы, это было… Мне было интересно самому, смогу ли я довести ее до того, что она начнет бегать, как бы, полноценно, хотя бы, там, 3-4 раза в неделю бегать. Ну, она сейчас бегает, как-то вроде удалось, и сейчас и уже идем, повышаем уровень. То есть уровень, может, разный, как бы, это, конечно, интересно, да, но много человек невозможно вести, мне кажется, больше 10, ну, может, максимум 13 человек, наверное, больше уже, мне кажется, нереально. Ну, будет уже отражаться на качестве, да, то есть внимание к атлету будет уже… Все равно же это люди, и там обратная связь нужна, ты не можешь просто так плавно отдать и не получать обратную связь. Ну, то есть, давай так, это, кстати, очень интересный кейс, когда люди, ну, там, скажем, берут, скачивают приложение, там, готовимся к марафону или готовимся к полумарафону, и вот они бегают эти тренировки, и, конечно, они прогрессируют, но мы сейчас говорим о том, что вы можете прогрессировать, а можете получить травму, а можете прогрессировать лучше, если будете заниматься тренером, который будет понимать, как вы перевариваете нагрузки, так что ли? Ну, да, видишь, тут тоже два пути. Они некоторые приходят, ну, хотят результат получать, да, но при этом, как бы, тренер, да, должен выбрать, какую сторону ему. Ему важно, чтобы он и травму, да, не получил, и результат получил, как бы, и вот между двумя огнями ты идешь. Результат легко можно получить, повышая нагрузку, она будет иногда слишком завышенная, и там, здравствуй, травма, да, быстро. Либо этот человек должен понимать, что вот, да, окей, он получил травму, но это мелкая там травма, и постепенно он становится все сильнее, крепче, и, ну, так или иначе, у многих начинающих бегунов, они проходят какой-то период травмы, да, и вот это просто путь можно пройти, и они получат результат. Либо вот прям длинный путь делать, постепенный такой. Правильный. Правильный, да. То есть они сами должны понимать, на что идут. Либо они хотят результат, либо они хотят играть в долгу. А вот смотри, хотелось бы просто примерно представлять, как тренер должен коммуницировать со своим подопечным. Вот, например, ты мне ставишь тренировку на завтра полтора часа во второй, в третьей зоне. Ну, или фортлек, не знаю, что-нибудь. Вот я, значит, утром просыпаюсь и иду на тренировку. Бегаю, дальше она падает в траву или куда там, в тренинг пикс. Через что ты тренируешь? Файнал серч. Как? Файнал серч. Файнал серч. Окей, пришло туда. Вот твои дальше действия какие? Ну, я смотрю там, какие цифры вообще, какой темп, какой пульс. Ну, и в первую очередь, наверное, опрашиваю, как вообще. Вот что ты спрашиваешь? Если человеку прям вот он почувствовал, что не очень самочувствовал, он как бы сразу сообщает, вот был не очень там. А ты какие-то наводящие вопросы задаешь? Ну, стараюсь, да. Но я как бы говорю, если что-то не так, да, чтобы он сообщал, например, там у него загруженный день был или не очень, тогда надо будет перестраивать всю неделю, там перекидывая. А, ну, то есть, грубо говоря, например, если я сказал, что я буду тренироваться вечером, ты перед тем, как пойду на тренировку, ты со мной поговоришь или как? Нет, он сам должен принять решение, он в состоянии делать тренировку или нет. Если он чувствует, что нет. А вот тогда получается, что тренироваться так может только уже там опытный или полуопытный бегун, так что ли? Ну... Как мне определить, ну, зашла мне тренировка или нет? Ну, просто есть люди... Делать тренировку или не делать? Например. Ну, наверное, ты сам должен чувствовать, вот вообще я в состоянии сейчас бегать. Вот если у меня был загруженный день, да, и я вообще вот устал, тогда лучше ее не делать. Но ни для кого не секрет, что день, правда, может быть загруженный. И ты такой, типа, приходишь домой, сел на диван, такой думаешь, господи, как я устал. Потом, значит, делаешь волевое усилие, натягиваешь, значит, колготки, берешь кроссовки, выходишь на улицу, бежишь 4 минуты и такой, опа, а у меня сил целый вагон. Вот, ну, как понять, что ты должен выйти? Или это, там, прокрастинация хреновая, вот ты этому учишь? Как это распознать? Ну, это, наверное, это от человека зависит, он сам должен это видеть и чувствовать. Степ, прикинь, я вот целую неделю, у меня там стоят 4 тренировки, я тебе первый день говорю, блин, у меня сегодня на работе, тяжело, там, я устал. Ты говоришь, хорошо, не делаем, на следующий день там тренировка должна стоять. Я тебе говорю, блин, сегодня у меня в троллейбусе женщина упала, большая тучная, тра-та-та. Я сейчас съехал, меня начальник изнасиловал, я приехал домой, устал. Потом так раз, а на треть, в среду, иди тренироваться, говоришь, меня ехала машина, там, в маршрутке, там, меня обрыгали, там, 5-10-е, я не могу бегать. В какой момент ты скажешь, стоп? Ну, наверное, я, да, я увижу, что, блин, этот чувак, он, это, как бы, его надо под жопу пинать немного. Эти вопросы возникают исключительно по той причине, что когда у тебя идет гиперопека, тренер все про тебя знает, он не дает тебе выйти вечером выпить пиво, он тебе не дает поздно лечь спать, и он, соответственно, тебя фактически ведет, и он знает, что ты выспался, ну, там, условно, потому что он тебя пекает и смотрит, сколько ты спал. А когда ты даешь на откуп своему атлету, да, профессионалу, там, типа, давай сам, я понимаю, что ты прям умный, ты все сам понимаешь. И в этот момент, как бы, вот как понять вот эту грань, что надо идти тренироваться или не надо? Что ты должен узнать у человека, чтобы запретить ему выходить? Ну, да, спору нет, когда вот ты контролируешь все, ты можешь это видеть и чувствовать, а когда ты дистанционно, да, ты должен отдавать это на откуп самого атлета, человека, но, наверное, я выберу тут вторую, второй вариант, потому что первый вариант, он рождает большие проблемы. Какого рода? Ну, когда тренер не должен превращаться в какого-то отца, там, или родного человека, это тренер, это чужой человек, если он станет вот прям родным тебе, то он перестал быть хорошим тренером. Он будет, как бы, погружаться в те вещи, которые он не должен знать. Ну, вот тебя, самая лучшая твоя комбинация с тренером за твою карьеру спортивную была как раз вот, когда ты был осознанный спортсмен и когда ты сам за себя отвечал, так правильно? Да, да. И это тебе позволяет, условно, там, тренировать других людей, потому что ты понимаешь… Это мне свободу дает, свободу мышления и силы вообще двигаться, когда тотальный контроль, это в какой-то момент начинает раздражать, ты не хочешь этого всего. Например, у тебя период, когда ты хочешь просто переключиться на какую-то другую работу, а там, например, человек, который тренер близко, да, он не позволяет этого сделать. Какой ты относишься к школам бега, которые вот групповыми занимаются, с тренировками бегунов? Ну, нормально, групповые тренировки тоже работают, это как вариант. Просто кто-то любит… Для них бег – это чисто вот история одиночек, а для кого-то это комьюнити какое-то, поболтать, пообщаться. Ну, то есть групповые тренировки могут давать эффект? Да, да. То есть это не использовать, это как просто, ну, как бы вход в бег, это может долго время… Можно использовать как вход в бег. Но это само собой, там тусовка тебя познакомит с тем, как купить ньютоны и все такое. А в плане повышения уровня это тоже работает, потому что в групповой тренировке ты можешь проделать более сложные тренировки, они легче зайдут, чем в одного. А ты как бы посоветовал заходить в бег? Ну, как тебе кажется максимально эффективно? Это групповая тренировка? Прямо вот начинать? Ну да. Наверное, за групповой, да. То есть, чтобы попробовать? Да. Просто многие стесняются. Можно вначале самому побегать, да, вообще даже без тренера, там шишек каких-то набить. Но ты можешь понять вообще, это твое, нравится тебе или нет. Зачастую это сложно полюбить, особенно если не умеешь прямо бегать. Вот это, кстати, да. Сам попробуешь, не очень велика вероятность, что не понравится. И скажешь, что не твое, если сам. Но просто люди редко, когда вот он вдруг, ему пришла в голову идея бегать, и ага, я решил бегать, значит, буду искать тренера. Это редко такое событие. Это правда. Ну, потому что ты не знаешь, что можно, оказывается, найти тренера. Ну, это сейчас, наверное, уже можно, если ты все-таки там… Нет, все-таки, мне кажется, самый частый вариант – это… Корюш. Да, друзья, ну, то есть, вот так вот. А, хочу бегать, у меня есть там, да, вот сделай вот это там. Ну, как это просто word of mouth. Ну, да. Но их группа, они тоже во время боятся идти, потому что человек только первый день вышел бегать, да. Да, есть такое. И типа, сейчас я вот приду, там уже 10 человек каких-то прожженных бегунов, и я, типа, такой стал, здравствуйте, я в Вася там хочу. Ну, прожженные бегуны в групповых занятиях могут присутствовать только в качестве тренера, видимо. Нет, нет, почему? Многие люди же на групповые ходят уже просто, как у них своя компания там для бега. Слушай, Степа, а вот твое начало тренерской деятельности как-то означает то, что ты подумаешь покончить с профессиональной карьерой атлета, или ты прям планируешь еще совмещать? Ну, я пока планирую, но не знаю, насколько это удастся. То есть для тебя это там, следующий сезон будет таким новым и экспериментальным? Да, да, потому что еще, я не знаю вообще, насколько будет спорт существовать в стране. Как это понять? В каком виде он будет вообще. Ну, я так понимаю, государство уходит из спорта, и надо уже как бы... То есть сейчас прозвучало как-то очень утопично, в смысле уходит из спорта, это что значит? Ну, поддержка профессиональных атлетов, она все меньше и меньше. А то ты, в смысле, смотришь, как вектор направлен в отсутствие поддержки. В этом году меньше поддерживали, чем в прошлом? Да. Ну, если такой тренд... А в следующем еще меньше будет, и туда, и туда, и туда. А поддержка государства в данной ситуации, это что? Ну, даже вот по федерациям брать там ставки, сборы, там сокращается число этого. То есть ты... Они, возможно, они будут поддерживать там, но прям звездочек. Но у нас как бы, условно говоря... Много звездочек? 300 там атлетов, ну, я с потолка беру цифру, да. 300 атлетов, из них там три звездочки, да. Но так система работала, что иногда там зажигается кто-то, а кто-то никогда не зажигается. То есть они все равно должны быть, потому что они поддерживают существование профессионального спорта вообще как виды деятельности. Но может этот путь тоже не самый плохой в том плане, что, я не знаю, будут появляться больше таких атлетов, как Искандер и Лиза Погуда, ну, например. Да, да. И я думаю, что новый вид атлета появится, который, он поначалу будет небыстрый, да. Но и все придет к тому, что уровень результатов упадет, и человек, который работает и занимается в свободное время бегом там или спортом каким-либо, он вдруг поймет, а ведь результаты вот они рядом, и я не по силам там победить там на чемпионате или где угодно. И вот появятся такие работающие и бегущие там. Полупрофессионалы. Да, да, да. А сам вид профессионального атлета постепенно отомрет. Как ты относишься к такой мысли, что профессиональный, например, бегун, он не должен только тренироваться, он может позволять себе работать. Может. Что это не влияет на результаты, что это в голове. Это так? Да, да. Я считаю, что он не должен зацикливаться чисто на спорте. Есть куча… Просто сейчас такое время, когда много возможностей даже работать дистанционно, получить какой-то навык новый. И у спортсмена есть то, что у других нету. У них есть свободное время там между тренировками там. Ты можешь пораньше встать, сделать свою тренировку, потом у тебя окно целое там. Но ты не просто втыкай там… В кровать. Да, там в игры играй. Ты можешь что-то, чему-то обучиться. И потом в дальнейшем работать дистанционно и заниматься спортом. Это, наверное, вот времена коронавируса, они, как бы, открыли возможности. И вот меня, если брать, я жалею, что, например, когда мне было там 21-22 года, я занимался в свободное время всякой херней. Ну, не выучился на программиста, например. Ну, хотя бы. Ну, многому же можно монтировать, научиться. Не-не, понятно, это просто была шутка неудачная. Почему? Да нет, да нет. Очень удачная. Удачная, да, да. Нет, смысл в общем понятен. Я абсолютно поддерживаю и согласен, потому что возможности и для обучения самостоятельного, сейчас просто выше крыши, вопрос исключительно желания. Да. И действительно непонятно, почему люди там, ну, как бы, не стремятся, ну, далеко не все, я думаю, но не стремятся вот к освоению чего-то нового. Да. А ты не хочешь попробовать какой-нибудь еще спорт параллельно? Спорт? Нет. Свим-ран, например. Это что такое? Ну, вот видишь. Свим-ран? Свим-ран. А, типа плыви-беги? Плыви-беги, да. Веселые старты такие. Я бы лучше... В костюме там просто, в таком, ростовой куклы. Я бы лучше вот реально попробовал новую профессию освоить какую-то. Какую? Да тоже программирование возьми. Слушай, ну... Все туда идут, да? Давай это... Мы же серьезные люди. Какое программирование? Ты чего? Ну, подожди, нельзя же всем бегать. Ведь столько всего интересного вокруг. Велосипед. Ты же ездишь на спете. Да, кайфует вилосипед. Да, ну вот. Свим-ран очень крутой вид спорта. Ты же умеешь бегать? Умеешь. А плавать? Ненавижу. Вот. Получаешь, что тебя... Ненавижу, люблю, ненавижу. Это же как нинь-ян. Это же прекрасный вид спорта. Нет? Не хочешь попробовать? Нет, я плавать вообще не люблю. Сейчас затащат тебя даже тихонечко, тихой сапой. Нет, вот там же есть дуатлон. Вел и бег. Это интересно. Это можно попробовать. Смотрел Берлинский марафон? Нет. Берлинский марафон, где... Мне кажется, марафон — это скучная тема. Кипчоги вот сейчас... Особенно, когда мировой бьют. 2, 0, 1, 0, 9. Нет, я посмотрел последние 5 минут. Ты посмотрел, наверное, 3 сторису Айкросса? И мне достаточно, знаешь. Не, ну а как? Мне почему-то казалось, что... Ну, марафон — это скучно вообще смотреть. Смотри, подожди. Я как бы... Опять же, мое представление. Да, ты супер-про, да, вне всякого сомнения. Ты понимаешь суть. Ты понимаешь, как это все устроено изнутри. Я более знакомый, с кем я тренировался, бегу. Тем более, там, в Кении, там, наверняка на сборах, там, видел кучу этих людей, там, с ними сидел. Вот, как, неужели, неинтересно посмотреть, как это происходит, как что-то, может быть, подчерпнуть даже для себя, нет? Да нет, мне кажется, это скучно. Ну, блин, я не... Сильно, бегут 2 часа. Я ни одну свою трансляцию не смотрел, и марафон я не смотрел. Не знаю, почему так... Ты не должен зацикливаться на себе. Смотри марафон. Стёп, ну, не разрывает тебя вообще вот от того, что происходит? Ну, это, блин, побили мировой рекорд, там, Кипчоги, 30 секунд. Да, там, сам же свой. Ну, понятно, что он там великий, там, близко к нему никто не пишет. Он же, по-моему, второй или третий раз, да? Второй. Да, ну, там... Ну, еще было Саптул. Да, там, НЛС был. Как не считается? Ну, как не считается? Конечно, считается. Все равно это... Блин, нужен новый герой какой-то, чтобы какая-то конкуренция была, чтобы борьба какая-то была, а борьба со временем, это все прикольно, но когда один и тот же человек воюет с временем, это становится скучно. Ну, не знаю, не знаю. Ну, Кипчоги меня ошеломляет то, что сколько ему лет и... Сколько ему лет? Я хрен знаю, но... Никто не знает. Мне кажется, уровень 45, может, уже 46. Да не, что вы говорите так. 52, мне кажется. Ему 39. Ага, это, ну, официальные цифры, типа. Ну, официальные, да. Но у них же, ты знаешь, что они там сами придумывают все возраст. Он старше на 5, по-моему, официальный. А, ничего себе. Да, в этом вся фишка. Это дед бегающий. Прикинь, да, дед бегающий. Ставит рекорды. Ну, он... Просто не очень понятно, это вот... Как такое могло произойти? Он работает стопой после 30-го. Нет, у него просто техника ползного бегать. Да. Ну, это, кстати, ты сейчас удивил по поводу того, что не смотрел «Берлинский марафон». Мне казалось... Ну, «Осенний марафон» ты смотрел? Какой? «Осенний марафон». «Осенний марафон». «С Леоновым». Я не понял, про что. Ну, фильм «Осенний марафон». Нет. Тоже не смотрел? Нет. Стёп. Это самый лучший фильм про марафон. Блин, я примерно понимаю, о чем речь, но я его не смотрел. Там его советский фильм, да? Советский фильм, да. Вообще, это лучший фильм про марафон. Это лучше, чем «Ласт Дэнс». Там, где мужик что-то был зациклен на беге, что-то там у него семья... Мужик был переводчиком, да. И у него рушилась семья. Да. Ну, в какой-то степени. Он на работе был зациклен. Да. И он очень любил бегать. Но не сам. Но не сам? Ну, сам. Они бегали с другом, который тоже был переводчиком. Я посмотрю. У меня супруга любит такие старенькие фильмы. Классный фильм. Да, добрый. Очень крутой. Да, мне тоже очень нравится. Ну, мне кажется, с этого фильма люди даже начинают бегать. Не, а вот если, правда, говорить о фильмах вообще на тему бега, вы какие знаете? У нас даже ролик на канале есть. Да. Про марафоны. Ну, вообще, знаешь, из нетипичных фильмов про марафон, я как-то посмотрел. Ну, так, знаешь, ты же бегом занимаешься. Я такой полез там что-то погуглить, начал смотреть там, какие фильмы, что-то выбрать себе на тренировочку на велосипедную. И посмотрел фильм, значит, «Одиночество бегуна на длинные дистанции». Называется по-английски, по-моему, «The Loneless of the…». Это же «Раннер»? «Long Distance Runner». Нет, это старый фильм, какой-то английский, он черно-белый даже еще. Про, я не могу сейчас точно сказать, какие годы, но дело происходит в Англии, и там молодой парень попадает в тюрьму, вот, и начинает выступать за, значит, ну вот, да, там, за команду беговую. Очень прикольный фильм, прям просто, знаешь, он особо не имеет отношения вот прям к спорту, к бегу, но это просто очень красивая картина, такая законченная, самостоятельная, и она, в общем-то, косвенная, на самом деле, но красиво про бег. Вот прям очень красивая картина про бег, черно-белый, прям рекомендую. Мне, наверное, вспоминается фильм какой-то «Толи золотые колесницы», тоже про британцев, они какой-то там, команда какая-то на кросс готовилась, и, наверное, про Префонтейна. Ну, про Префа, да, это прям такая классика, наверное, уже можно сказать, в какой-то степени. Ну, довольно много, на самом деле, фильмов, вот, и еще, нет, сейчас не вспомню точное название, ну, например, я посмотрел фильм про берлинский марафон, ой, господи, про берлинский, про бостонский марафон, как раз вот, и такая ретроспектива про то, как раньше нельзя было бегать женщинам, да, и вот первое, значит, «Бегунья». Это документальный? Ну, он такой, да, он скорее документальный, но он так красиво снят, это просто, ну, там, что-то невероятное. И картинка, и вот, знаешь, такое сочетание, значит, интервью с участниками событий, и там, ретро-хроника, и вообще, ну, то есть это прям как-то запаковано максимально, максимально жирно для того, чтобы прям получить полтора часа удовольствия. Да, потому что, когда ты начинаешь бегать, у тебя вот дико такие вещи мотивируют, ты там увлекся бегом, там, да, и ты везде ищешь тематику бега, и какие-то фильмы, там, книжки, они прям, ты их прям поглощаешь и продолжаешь свое движение. Наверное, тогда было всякие про Префонтейн и тому подобные истории, и фильмы про Куца, да, в книге. А сейчас есть Ютуб, вообще легко можно найти какие-то фильмы и истории. Любые ролики с бегунами под Эминема. Вообще абсолютно совершенно, да. Ну, а Айронмен еще хорошо заходит. То же, да, ну, то что угодно, даже пинг-понг можно смонтировать, тоже будет мотивировать. А ты вот в каких-нибудь стартах до конца года планируешь поучаствовать, ну, так, в Фу-Фан, или не любишь такое? У меня были планы, но сейчас зависит, вот, в ближайшие дни закроют границы или нет. Ну, если не закроют? То планирую еще. Куда? Пока не хотел говорить. Кому? Общественности. Ну, ты мы здесь вдвоем, ты все-таки. Ну, не, вообще. Мы запикаем, давай вот так. Пи-и-и! Не, ну, вот я имею в виду старты такие, знаешь, ну, домашние какие-нибудь. А, ну, в Казахстане есть же старты, интересно. Какие? Ну, вот, в Алматы был там марафон, полмарафон. По-моему, у них еще что-то, то ли в Астане, или где-то должно еще что-то. А, Синий Гром? Никогда ты не бегал в Синий Гром? Да. Как же так? Гром его, хотя я уже с Громовым знаком, он часто в Киргизии бывает на сборах. Ну, однажды хотел бы принять участие. Они в Мещерском, да, бегут? Да, да. Как раз на грунте. Это ты знаешь. Я не знаю точных дат проведения, но это... В октябре, да? Осень и весна. Осенний Гром и весенний Гром. Вот поэтому, ну, осенью, да. Там половинка. Половинка. Обычно, когда бегаем, уже холодно достаточно. Ну да, уже в шортах можно бегать. Оттуда у вас знаменитый кадр, когда вы на мешке прыгаете, да? Нет. Нет. Это с Лисией горы. А. Беговое сообщество. Которое будет сейчас, да? В эти выходные. В эти выходные. Челлендж предлагаю. Челлендж на... Нет, на минуту не понял. Нет, челлендж на внимание. На реакцию. А, тут посуды нет. Не надо убирать. Смотри, чему? Ну, у тебя был, помнишь... Смотри, все знают, блин. Кто последний, то ты убирает там. А что он делает? Давай, кто последний, то ты убирает! Да, да. Такой тоже челлендж бывает. Без+. Без лекарств. Все делает